Привет моим подписчикам, приветствую сейчас заглянувшим. Меня зовут Юлия Ульянова и у меня для вас коробка корейской косметики Сайхёрб. Я очень давно уже не получала посылок Сайхёрб и благодаря волшебному стечению обстоятельств я это сделала. И я выбирала очень тщательно, то есть я спрашивала своих подписчиков, я спрашивала своих знакомых, я читала отзывы, я читала даже составы. И вот реально мне хотелось заказать только то, что нужно, потому что с заказами Сайхёрб у меня не так всё просто на самом деле. В Европе это с таможней, я не люблю с этим связываться. С чего же начать? Давайте начнём с масок. Мне кажется, что маски корейские, ну они практически все хороши, да, то есть за редким каким-то исключением бывают какие-то ужасные маски. Наверное начну вот с этих папа-ресипи. Самая крутая маска у них это маска кремовая, которая называется Хани, то есть они все медовые, но там должно быть написано Крем Хани. То есть тогда это будет та маска, которую можно также купить в Сифаре, которую я обожаю. Но в принципе эти маски, они все хороши. Просто вот эта будет не кремовая, она будет обыкновенная такая влажная сыворотка. Ну действительно они хорошо работают, это классный бренд, но в Европе просто упаковки немножко другие. Поэтому когда я вам показываю в покупках из Сифары, то упаковки немножко другие. Здесь на iHerb, естественно, это гораздо выгоднее. Ну и выбор там тоже, кстати, есть. Также из того, что я ни разу не пробовала, это J.June, видимо. Тоже J.June. Wish Trend. Очень прикольный бренд. Я хочу побольше попробовать средств от этого бренда, потому что вижу какие-то отзывы и вижу средства, мне кажется, что они клёвые. Вот это Dewy Tree, по всей видимости. Здесь написано Green Enzyme. Вот маска с энзимом, это вообще, конечно, прикольная. Она такая вся зелёная, судя по картинке вот здесь, и девушка здесь в зелёной маске. Ещё вот эти патчи от Too Cool For School и также вот эта маска с керамидами от Too Cool For School. Я вот её уже использовала, но это уже не первый раз. Маски от Too Cool For School, ну вот пару, наверное, тройку лет. Я вам уже рекомендую, мне они очень нравятся. Часть из них можно купить в Европе на разных интернет-сайтах, именно в онлайн-магазинах, и также можно оффлайн купить. В Сифаре они продаются. Патчи, на них очень хорошие отзывы. Я не могу сказать, что хоть одни патчи какой-то для меня делают магию. Они все примерно так нормально, хорошо работают. Наверное, может быть, потому что у меня, кроме ситуационной какой-то сухости, нет сложностей для области вокруг глаз. Но вот эти маски от Too Cool For School с кокосом и серия с яйцом тоже я вам рекомендую. Они классные, обязательно их попробуйте. Ещё одна маска Тидерс Косметик. Это двойная такая история. Там маска, которая ещё требует от вас какого-то действия. Сначала вы выдавливаете сюда масло, а только потом наносите на лицо. И совершенно звёздная маска, с которой мы, к сожалению, не виделись очень давно, но я её тоже люблю уже много лет. Это одна из, наверное, лучших масок корейских, которые я пробовала. Но именно для меня. Здесь не ацинамид. Здесь ласточкино гнездо. И вообще, ну, здесь всё классно. Основной здесь в составе – это экстракт ласточкиного гнезда. И вот те, кто пробовали также, может быть, по моему совету, либо сами, потом писали своё мнение, тоже остались очень довольны этой маской. Здесь вообще, помимо ласточкиного гнезда, естественно, есть ещё другие компоненты. И гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, центелла азиатская. Так что здесь всё очень даже неплохо. И вот в этой упаковке 10 штук. В общем, это выходит невероятно выгодно. В общем, она классная. Если у вас будет возможность заказать, обязательно заказывайте. 10 штук можно на троих заказать. И вообще это будут копейки. И дальше давайте сначала про папа-ресепи, потому что с масками мы, в принципе, закончили практически. Только осталось Innes Free. Innes Free, когда жила я в Китае, пробовала очень многие маски от этого бренда. Они тоже очень хороши. Папа-ресепи. Ничего удивительного, что после такого ошеломительного успеха с этими масками я решила продолжить своё знакомство с этим брендом. И просто заказала сразу два средства. Они с мёдом. Мёд, если, кстати, вы не знали, он хумектант. Он удерживает влагу. И вот если в составе есть мёд, и здесь написано Moisture, то есть это Moist Skin Tonic и Moist Emulsia, то это на самом деле имеет смысл. И оба средства мне понравились. Я не ожидала, что всё так будет как-то гладко и хорошо. Я думала, что они будут больше, может быть, такие какие-то проходные. Но здесь действительно и вот с этой штукой. Это тоник, он жидкий, как вы видите. Это пластиковые упаковки. Но выглядят они здорово. Они обе непрозрачные. И, в принципе, выглядят достаточно стильно. Мне нравится, что здесь есть какой-то минимализм. И с другой стороны всё понятно. Цвета правильные. То есть мы всё ещё говорим о мёде. Это мёд, соты. Что жёлтое, коричневое. И картинка. Как-то очень душа у меня легла вот к этим средствам. Что могу сказать про этот тоник? Действительно увлажняет. Это после умывания. Иногда бывает ощущение сухости. Я стараюсь очень быстро протирать лицо тоником после умывания. Во-первых, снять остатки всего, что было в воде. Может быть, остаток чистящего средства. Вот то, которое у вас было. Что это могло быть? Это могла быть пенка. Это мог быть бальзам. Это могло быть какое-то мыло. Какого-то энзимные пудры, например. И вот остатки могут быть. Всё-таки лучше это потом снимать ватным диском, смоченным как-нибудь хорошим тонике. Вот этот, на самом деле, тоник хороший. Я не скажу, что он совершенно идеален. Но для тех, кому важно увлажнение именно с хумиктантами, увлажнение в плане воды, не в плане масла. А это очень часто как раз жирная, но дегидрированная кожа. А вот если кожа у вас сухая, то вам, скорее всего, нужно будет и вот это, и ещё что-то масляное. Вот эта штучка очень вам подойдёт. И вторая вещь – это эмульсия. Эмульсия как классическая сыворотка. То демонстрировать нет смысла, это просто вода. Тоник очень жидкий, и он не как эссенция, он именно как жидкая водичка. Вот эта вот эмульсия. Лёгкая сыворотка. Очень легко впитывается. Тоже создаёт ощущение увлажнённости. Вообще-то для кожи такой жирной. Если вы не хотите добавлять много средств, много слоёв, но при этом вам нужна именно влага и увлажнённость, то вот тоже рекомендую к этому присмотреться. Дальше. Вот опять же к экстракту ласточкиного гнезда. Поросёнок, мы снова встретились. Я обожаю эту сыворотку, и даже мои подписчики, те, кто со мной вот много лет, вы уже должны знать, что на самом деле означает эта встреча. Сколько у меня было вот таких вот штук. Каждый раз мне эта штука очень нравилась. И здесь опять же экстракт ласточкиного гнезда, но здесь состав достаточно богатый. Здесь есть и неоцинамид, и алантаин, и, по-моему, здесь есть даже витамин В. То есть это заживляющая штука. И для тех, у кого есть потребность в увлажнении, но также для тех, у кого проблемная кожа. Неоцинамид также кожу осветляет. С течением времени делает кожу менее жирной. Заживляет, восстанавливает. И вот экстракт ласточкиного гнезда, по всей видимости, тоже отлично работает. По крайней мере, для меня. Вот сколько раз я не пробовала эту сыворотку, сколько раз я к ней не возвращалась, она всегда великолепна. Ну и здесь, конечно, нужно у Елизаветки всегда смотреть на упаковки. Они просто волшебно забавные. И здесь на самом деле открываешь вот эту вот крышку, сверху на тебя смотрит поросеночек. А вот так вот на тебя зло смотрит птичка. Естественно, птичка смотрит зло, потому что поросенок пробрался в ее гнездо. В общем, забавные они для Елизавета, и у них очень хорошая работа еще действительно продукта. Ретинол я их пробовала, кислоты, кислотные диски, такие двусторонние, тоже все классное. Но это, наверное, любовь навсегда. Вот она невероятно клевая, и все, кто еще не пробовал, и вам по описанию это показалось интересным, обязательно пробуйте. В этот раз я впервые знакомлюсь с брендом Клейрс. И он как-то незаметно для меня попал в те магазины, где я обычно шоплюсь в Европе. То есть на Look Fantastic есть этот бренд. И для тех, кто живет в Европе, гораздо проще и без растаможки, без всех этих дел заказать это на Look Fantastic. Начнем, наверное, с популярной сыворотки с витамином С. Здесь 5% элоскорбиновой кислоты, которая по заявлению самого производителя невероятно стабилизирована. А мы с вами знаем, я думаю, что мы все уже знаем, что элоскорбиновая кислота самая нестабильная среди всех видов витамина С, которые бывают в косметике. Но также это самый активный и результативный вид витамина С. Что мне нравится, что здесь малая концентрация, потому что форма эта кислотная. И мне, например, очень сложно моей коже переносить высокие дозы вот этой вот формы аскорбиновой кислоты, элоскорбиновой кислоты, когда она есть в составе. Я вижу результат, но у меня при этом есть чувствительность кожи. Поэтому я как и с ретинолом, и как с кислотами, за то, чтобы использовать что-то в меньших дозах, но просто постоянно, и также у вас происходит билдап, вы постепенно привыкаете к этим средствам. И, в принципе, с вот этой сыворотки вполне можно начинать. Ну, то есть, если кто-то небольшой такой, невысокой концентрации вы начинаете, то потом ваша кожа уже готова к чему-то более активному, если вам это действительно нужно. Но в большинстве случаев, если честно, мне кажется, что при постоянном уходе, при постоянном использовании какого-то компонента, например, витамина С, вы сами знаете, что витамин С, это не только осветление кожи, это не только выработка коллагена, это также еще и заживление. То есть, если у нас недостаточно в организме витамина С, то у нас сосуды могут лопаться. Ткани не так хорошо восстанавливаются, поэтому это не только для тех, кто хочет, например, пигментные пятна осветлить, не только для тех, кто хочет как-то омолодиться, омоложивающий эффект, но также для тех, у кого есть воспаление, у вас долго не заживает что-то. То есть, вы можете использовать витамин С. Относительно конкретно вот этой сыворотки. Здесь не только витамин С, здесь также центелла азиатская, она вынесена на упаковку, то есть здесь это как активный компонент, но и также, естественно, еще других плюшек они добавили. И почему это вот в такой вот прозрачной упаковке? Хотя мы с вами знаем, что витамин С очень чувствителен и к свету, и к кислороду, к воздуху, он начинает сразу желтеть и терять свои свойства. Здесь они вот настолько горды своей формулой, настолько в нее верят, что они действительно сделали ее вот такой вот прозрачной. Тем не менее, вот именно эту версию я бы советовала хранить в холодильнике. Особенно если у вас в доме тепло, если у вас где-то есть рядом батареи, если это в ванной, то есть периодически у вас там то жарко, то холодно, либо постоянно есть вот этот вот обогреватель, сушилка для полотенец. Вот в этих случаях это все нужно хранить, конечно, в холодильнике. Если у вас обычная комнатная температура, не превышающая где-то там 22 градусов, то в принципе вот столько, сколько здесь написано на упаковке, вот 12 месяцев, столько это и должно действовать. Потому что именно так производитель это протестировал. Все тестируется, в принципе, усредненно для комнатной температуры. И очень часто на средствах с этой именцией с ретинолом пишут именно 3 месяца, то есть вы должны это знать. Здесь гарантирую 12. И я нанесла и разговариваю с вами вот не просто так, чтобы рассказать, а чтобы еще это средство успело немножко впитаться, и может быть, вы увидели. Эффект, оно очень долго впитывается, эта штучка. Она очень хорошо впитывается, даже поверх каких-то других сывороток, более легких. Например, можно использовать тоник, можно использовать эту эссенцию, можно использовать вот эту сыворотку. А сверху нанести этот витамин С, и он впитается. Но ему понадобится очень много времени. Поэтому я стараюсь ее использовать, эту сыворотку, только когда у меня есть время. Но мне нравится, что она также ухаживает. То есть она увлажняет, потому что, когда долго ждешь, чтобы что-то впиталось, уже не замечаешь потом, когда же оно впиталось. И даже если прошло очень много времени, я чувствую с этой сывороткой себя комфортно. Так что, в принципе, с одной стороны, она очень неоднозначная, и может быть, кому-то будет не очень комфортно ее использовать, потому что она как-то необычно маслянистая, но когда она впитывается, она не ведет себя как масло. То есть сверху можно легко нанести какой-то крем. Сверху этого крема, но вот поверх этой штуки я не уверена, вот если сверху нанести крем, и вот сверху крема уже можно наносить макияж. Я пробовала и в дневном, и в ночном уходе все в порядке. Вообще добавить витамин С в дневной уход, особенно летом, это очень хорошая идея, подумайте об этом. Антиоксиданты будут вам помогать справляться с воздействием ультрафиолетовых лучей. Они как бы и чинят тот демидж, который происходит, те повреждения, и одновременно защищают кожу от этого, от свободных радикалов. Об этом немножко подробнее у меня есть в видео о кислороде для кожи, хорошо это или плохо. Как раз антиоксиданты и эта тема. Вторая сыворотка от Клеерс это Рич Мойст, такое богатое увлажнение. В принципе, наверное, соглашусь, сыворотка интересная, она увлажняет, она гелевая. В принципе, вы можете себе, вот снимаю защитную крышечку, что тоже приятно, что есть защитная крышечка. Можно в путешествие возить. Вот, сыворотка прозрачная, гелевая. Вот она не течет так особенно, то есть вы понимаете, что это. Это как средней ценовой категории гиалуроновой кислоты, но вот в отличие от дешевых, это впитывается хорошо, и это не оставляет такую вот пленку липкую. В общем, цена гиалуроновой кислоты, она влияет на ту формулу, которую вы получите. Да, вы можете получить такое же увлажнение, в принципе, если вас липкость не волнует. Та же гиалуроновая кислота там за 250 рублей. Такие есть, она тоже будет работать на увлажнение. Молекула гиалуроновой кислоты одна удерживает тысячу молекул воды. То есть, вы должны нанести сначала воду, чтобы было что удерживать, какой-то мист или тоник, а сверху нанести эту сыворотку. И вот эта сыворотка тоже отлично впитывается. Тем не менее, она вот слегка такая вот не водянистая, а именно гелевая. И вы это ощущаете. Тоже вот она дает такой матовый финиш, и рука не проскальзывает, она немножко задерживается. И очень хорошее увлажнение. Иногда вот в моих ночных-дневных уходах, которые я в Инстаграм, в сторисы, также в основной ленте выкладываю, тоже могли видеть это средство. И я даже иногда это использую только на щеки, потому что это та зона у меня, которая очень сухая. На всем лице щеки самые сухие. И в этой зоне у меня, в принципе, больше всего и жира тоже вырабатывается, потому что кожа себя защищает от этой сухости. Поэтому я за то, чтобы делить кожу на те зоны, которые есть. Если здесь более чувствительная, более сухая кожа, то не надо использовать здесь активный ретинол, кислоты, активный витамин С. Но можно, например, в то время, когда везде вы использовали там ретинол, вот здесь на щеках использовать вот какую-то такую сыворотку. И, в общем-то, совмещать и миксовать. Вот эта сыворотка хорошо работает, в принципе, с другими сыворотками. И я их смешивала. Единственное, что вы не можете нанести это после какой-то кремовой. Сможете. Это действительно там будет работать, потому что ни одно средство не делает вот такую вот пленку, непроницаемую на лице. Мы с вами это обсуждали в Телеграм. Я там и ссылки давала, и картинка там тоже есть, что между молекулами есть пространство. Если бы его не было, это был бы полиэтиленовый пакет. Но вы же понимаете, что это не так. Так вот, такие более жидкие сыворотки лучше наносить после всего водянистого, но перед таким кремовым. Ну и на самом деле, после этого, может быть, не нужно уже никакую сыворотку использовать. Отличная штука. Хорошо увлажняет. У меня осталось два средства. Это, во-первых, мист от бренда Benton и мист с чайным деревом. Здесь также гиалуроновая кислота. То есть, это будет не просто водичка, но так как здесь есть гиалуронка, это будет задерживать воду. То есть, когда вы наносите какой-то мист, он, например, может испариться с лица. И когда вы спирт наносите, спиртовой какой-то мист, он захватывает воду и вместе с водой испаряется. А гиалуроновая кислота, и как мед, например, хомектант, они будут удерживать влагу на поверхности кожи. Ну и также проникает туда внутрь. Точно так же у нас внутри в теле есть гиалуроновая кислота. Вот эти вот филеры тоже для чего вводят. Для того, чтобы они восполнили ту гиалуроновую кислоту, которая с возрастом уже у нас исчезает. Поэтому не делайте такие штуки слишком рано. Я очень прошу, это не нужно. Вы просто можете все испортить. Гиалуроновой кислоты в теле тоже не должно быть слишком много. Про 15 грамм вы все уже давно слышали. И этот мист, ну, не первое мое средство от бренда. Мне очень понравился у них еще один тоник. Он уже похож такой больше на эссенцию. Он немножко вязкий такой. А это настоящий мист. То есть это просто водичка. Ну, водичка обогащенная. И в целом он нужен для такой кожи. Ну, не то чтобы проблемной, но для комбинированной, склонной к проблемкам. То есть, в принципе, можно это использовать и с сухой кожей. С чувствительной я не знаю. Он хорошо сделан, сбалансирован, он не высушивает. Но вот эти компоненты, которые здесь есть, они в большей мере работают, наверное, для комбинированной кожи и для кожи проблемной, жирной. И очищающее масло. Мне очень хотелось купить какое-то очищение. И я заказала еще бальзамы от Банилы и Хеймиш. Большое вам спасибо за то, что приняли участие в голосовании в Телеграм. Если кто-то из вас принимал в нем участие, потому что помогли мне определиться. И все-таки я сначала заказала Хеймиш, потому что практически все проголосовали за Хеймиш. И те, кто пробовал, и те, кто не пробовал. Но вот Банилу тоже мне интересно попробовать. Вот в следующем заказе это у меня будет. А в этот раз ко мне пришел сумасшедший Хиппи. И на самом деле он реально сумасшедший Хиппи. Очищающее масло. Здесь много всяких приятностей. В плане того, что витамин С, витамин А, масла. Такие, содержащие как раз витамины. И витамина А, и витамин С, и витамин Е, жирные кислоты. В общем, это полезно. Но когда мы говорим об очищающем масле, которое мы, в общем-то, не должны долго держать на лице. Вот эти витамины, они немножко как-то теряют свои свойства. Вопрос в том, что если кожа очень чувствительная, если она нежна, если она склонна к раздражениям, то масло это очень хороший вариант для вас. Но вот Хиппи, он действительно псих. Хиппи-то псих, хочется ему сказать. Но вот он был честен с нами, сразу сказал, что он мэтт-хиппи. Вопрос в том, что они предлагают нанести масло, а сверху положить салфетку еще такую горячую, чтобы распарить поры. Вот у кого есть каждый день, ну или хотя бы раз два в неделю время, чтобы сначала намазать вот это, потом найти салфетку, ее в горячей воде подержать, отжать, потом пойти лечь и вот так вот накрыть. Камон! Я в ней на каждый день. И вот поэтому я думаю, что как-то он у меня особенно вот и не ушел. Как видите, я его буквально пару раз использовала. Я не держала долго какую-то салфетку, я просто снимала салфеткой остатки. И в принципе, ну это работает неплохо, это настоящее масло. Но вот как-то, честно, мне больше нравятся гидрофильные бальзамы, гидрофильные масла. И сейчас уже есть гидрофильные умывалки, я даже уже не знаю, как их назвать. Это и не масло, это и не бальзам. Даже Форео недавно выпустили, тоже какой-то такой маслянисто-гелевый клэнзер, в котором еще есть частички какие-то отшелушивающие. Так что гидрофильное все сейчас очень легко найти. В следующем видео, когда придет мне другая часть моего заказа, я обязательно тоже расскажу об этом. И это все, что было в этом заказе, все такое классненькое, практически все мне очень-очень-очень понравилось. Есть то, что такое, ну норм. И вот хиппи вызвал такие противоречивые эмоции, просто потому что он заставляет меня делать какие-то дополнительные действия. И говорит, что именно так его продукт будет лучше всего работать. И это все на сегодня. Я благодарю вас, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровье, красиво, позитивно. Я волнуюсь с вами за день. Увидимся. Всем пока. Продолжение следует...